Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Песня «Зори Кавказа» 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 Радиожурнал «Зори Кавказа» Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ Карачаево-Черкесия Во всех образовательных организациях Карачаева-Черкесии ведется подготовка к началу нового учебного 2016-2017 года. Сейчас в учреждениях идут ремонтные работы, благоустраиваются пришкольные территории, дооборудуются медпункты, столовые, приобретается школьная мебель, ну и, что немаловажно, проводятся мероприятия по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности. В республике полным ходом продолжается Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая продлится до 15 августа текущего года. На сегодняшний день уже переписаны 657 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 334 сельскохозяйственных организаций, около 49 тысяч личных подсобных и других хозяйств и 461 некоммерческое объединение. В Карачаево-Черкесии в формате государственно-частного партнерства активными темпами реализуется инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Медовые водопады». В настоящее время уже завершено строительство кафе на 250 мест и гостевого дома. Завершается также строительство гостиницы на 25 номеров. Кроме того, идет строительство конюшней, сувенирных магазинов и помещения для контактного зоопарка. Проект «Медовые водопады» предполагает создание культурно-этнографического комплекса в кавказском стиле XVIII-XIX веков. Это будет музей под открытым небом, представляющий национально-самобытную культуру народов Карачаева-Черкесии. В селе Джагама Карачаевского района состоялось торжественное открытие детского сада «Подснежника», рассчитанного на 150 мест. Общая площадь нового объекта около 1400 квадратных метров. В здании расположены 6 групповых помещений для детей в возрасте от 3 до 7 лет, по 3 группы на каждом этаже. В Зеленчукском районе прошел ежегодный 13-й православный молодежный форум «Маруха-2016». В этом году мероприятие изменило формат, добавив образовательную программу. В мероприятии приняли участие ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Карачаева-Черкесии и Старопольского края. Рита Нерова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков встретился с председателем Аграрной партии России Ольгой Башмачниковой. Обсуждены ключевые аспекты развития агропромышленного комплекса республики, поддержки Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств. Отмечено, что Кабардино-Балкария имеет большие возможности в сфере импортозамещения продовольственных товаров, создания в отрасли благоприятного делового климата и оборота земель сельхозназначения. Всероссийская сельскохозяйственная перепись в самом разгаре. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР, в республике уже обследованы более 80% объектов. Работа завершится 15 августа. На территории республики работают 267 счетных, 45 инструкторских участков. Привлечено к работе 315 человек. Сельхозпереписью будет охвачено более 200 тысяч объектов, в том числе более 4 тысяч индивидуальных предпринимателей, около 3 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, 633 сельхозорганизации, более 34 тысяч садоводо-огороднических и дачных некоммерческих объединений. Согласно поручению Федеральной службы статистики, в рамках сельхозпереписи будет формироваться площадь земель сельхозназначения. Директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Михаил Кирсанов побывал в Нальчике с рабочим визитом. С представителем правительства Кабардино-Балкарии был обсужден широкий круг вопросов, касающихся содействия занятости населения, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, планирования потребностей трудовых ресурсов. Особое внимание уделено реорганизации на территории Кабардино-Балкарии дополнительных мер по дальнейшему развитию регионального рынка труда, а также занятости жителей республики. На днях в Чигемском ущелье прошел чемпионат России по параплану в дисциплине «Полет на точность». В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов со всех уголков России – это Самара, Чебоксар и Татарстан. Организаторы соревнований – Объединенная Федерация сверхлегкой авиации Российской Федерации и Кабардино-Балкарской республики при поддержке Минспорта КБР и Чигемской районной администрации. В Нальчике появилась новая мемориальная доска в честь столетия «Мастера слова». Она установлена на фасаде дома в центре столицы республики, где жил и создавал свои произведения народный поэт КБАССР, балкарский просветитель, писатель, этнограф Саид Османович Шахмурзаев. Ведущая Радио России Кабардино-Балкария Марина Османова. Вести Северная Осетия В минувшую среду в Пятигорске главы регионов Северного Кавказа познакомились с новым полномочным представителем президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Олегом Беловенцевым. В мероприятии приняли также участие сотрудники аппарата полпреда и представители окружных силовых структур. Как отметил, открывая встречу бывший полпред, а теперь первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации Сергей Меликов, за последние годы Кавказ стал привлекателен для туристов, значительно вырос уровень безопасности в округе. Благодаря усилиям глав регионов Северный Кавказ теперь представляет собой общий российский монолит на южных рубежах страны. Сергей Алимович поблагодарил коллег за совместную работу, отметив, что со всеми удалось выстроить правильные рабочие отношения. В свою очередь, полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Олег Беловенцев выразил признательность своему предшественнику и уверенность, что в дальнейшем достигнутые за предыдущие годы успехи будут приумножены. После знакомства с новым полпредом свое мнение и надежду на плодотворное сотрудничество высказал Вячеслав Бетаров. Ввод в строй новых общеобразовательных объектов обсудили в правительстве Северной Осетии. В частности, речь шла о подготовке к новому учебному году школ номер 28 Владикавказа, селения Нижней Санибы и поселка Новый пригородного района. Временно исполняющий обязанности председателя правительства Таймур Астускаев призвал в ближайшее время завершить строительные работы, подготовить всю необходимую документацию для ввода в эксплуатацию объектов и получению лицензии на введение образовательной деятельности. Больше всего вопросов на сегодняшний день вызывает школа в поселке Новый на 500 мест, где необходимо провести еще большой объем строительных работ. То середина августа школа номер 28 официально получит право на введение образовательной деятельности. Как доложили Таймур Азуту Скаеву, практически все замечания, предъявляемые учебному заведению, устранены. Объект передан на баланс администрации местного самоуправления Владикавказа. Готовятся документы для получения лицензии. По каждому из объектов даны конкретные поручения, обозначены сроки. Строители всего Северного Кавказа встретились на окружной конференции Национального объединения строителей во Владикавказе. Участие в конференции приняли представители строительных объединений северокавказских регионов. Приехали также гости из Москвы. Речь шла об изменениях в законодательстве. Поправок много, и строительные организации обязаны им соответствовать. Так, например, изменились требования к кадровому составу. Теперь руководители и главные инженеры должны быть дипломированными специалистами, внесенными в Национальный реестр специалистов в области строительства. Кроме того, изменен принцип ответственности саморегулируемых организаций. Закон обязывает их создавать компенсационные фонды. Из одного из них будут возмещать вред, причиненный в ходе строительства. Другой – фонд договорных обязательств. Он подразумевает ответственность не только за качество строительства, но и за исполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам. В городе Тихвин завершился чемпионат России по футболу среди лиц с заболеваниями ДЦП. Впервые прервав гегемонию 15-кратных чемпионов России футбольного клуба «Олимпия», победителем чемпионата страны стал Владикавказский футбольный клуб «Стимул». Матч завершился со счетом 3-1. В сентябре в Бразилии пройдут паралимпийские игры. Кандидатами в состав сборной России по футболу являются Заурбек Пагаев, Гурам Чкариули, Лаша Мурванадзе, Сасланбек Газданов, Георгий Албегов и Эдуард Рамонов. Подготовили футбольный клуб «Стимул» к чемпионату России тренеры Олег и Тамерлан Сгоевы, Ахсарбек Годжиев и Аслан Хабалов. Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия На мемориале памяти и славы Ингушетии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Воздушно-десантных войск. Днем принявой части глава Ингушетии Инузбек Евкуров, вице-премьера Валерий Кукса и Мадина Гойгова, герои Российской Федерации Руслан Альгиев и Абукар Костоев, ветераны ВДВ и их родные и близкие. Выступая перед собравшимися, глава Ингушетии отметил, что ветераны ВДВ каждый год в этот праздничный день собираются вместе, общаются и вспоминают о своих сослуживцев, которых уже нет рядом. Он также добавил, что гордится своей причастностью в службе в крылатой пехоте и своих детей будет воспитывать духи боевого братства воздушно-десантных войск. Бесспорно, воздушно-десантные войска являются элитой российской армии, это главный резерв Верховного Главнокомандующего. ВДВ войска номер один, они всегда находятся в готовности, даже когда спят, для них нет невыполнимых задач, отметил Инузбек Евкуров. По словам главы субъекта, ему было приятно узнать о том, что порядка 300 наших земляков служат в ВДВ. Более 20 ребят учатся в Рязанском десантном училище. Уже есть офицеры ВДВ, которые выполняют боевые задачи, в том числе и за пределами нашей огромной страны. Многие из них имеют высокие награды. Глава Ингушетии еще раз от всей души поздравил всех десантников с профессиональным праздником, пожелал им крепкого здоровья, счастья и успехов. 1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, подвиги ингушей на полях сражений. Эта памятная дата была установлена Федеральным законом Российской Федерации 30 сентября 2012 года о внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России. В составе войска Российской императорской армии на полях сражений Первой мировой войны принимали участие и уроженцы Ингушетии. По последним данным, архивистов и краеведов, офицерами и рядовыми на фронтах Первой мировой войны, в том числе в кадровых армейских и казачьих частях, а также в составе знаменитой Кавказской туземной конной дивизии, боевало около полутора тысячи ингушей, среди которых генерал-майоры Мальсагов, Бекбузаров, Укуров, Нальгиев, полковники Катиев, Саутиев, Хантыгов, Далгиев и многие другие. Многие из них стали кавалерами высоких боевых наград, в том числе георгиевскими кавалерами. Многие погибли смертью храбрых на фронте. В этот памятный день, вспоминяя о подвигах силе воинского духа, российского солдата в Первой мировой войне, мы не можем не вспомнить о подвигах и заслугах наших земляков, мужественных сынов Кавказа, которые своей беспримерной храбростью и удалю удивляли современников, лицезревших лихие кавалерийские атаки гурцев. Среди самых известных боевых эпизодов Кавказской туземной конной дивизии в Первой мировой войне является бой ингушского конного полка в селении Держанны 15 или 1916 года в ходе брусиловского наступления на Юго-Западном фронте. Большая рыбалка. Первый чемпионат Ингушетии по рыболовству пройдет 30 августа, им сообщили ТАСС при службе Комитета Республики по туризму. Главной цель этих соревнований – пропаганда и популяризация рыболовного туризма, повышение рыболовного мастерства участников при общении населения к ведению здорового образа жизни, отметили организаторы. Победитель чемпионата и призеров в отдельных номинациях за самую крупную рыбу, за самую длинную рыбу, за разнообразный улов будут награждены ценными призами и подарками, среди них лодка, палатка и рыболовные снасти. «Наш регион имеет все шансы стать одним из лидеров по развитию рыбного туризма в стране», сообщил ТАСС, председатель Комитета Республики по туризму, Беслан Хамхоев. По его словам, этому способствует не только наличие уникальных природных ресурсов, в том числе горных озер и прудов, борных и быстрых горных рек. Республика Ингушетия имеет достаточно высокий экологический потенциал, что помогает формировать базу для рыбного туризма. В чемпионате по ловле уточкой, который будет проводиться на пруду в городе Карабулак, смогут принять участие все желающие, в том числе и гости, и туристы. Победитель соревнований сможет поучаствовать в чемпионате России по рыбной ловле. В Грозном прошло рабочее совещание правления Союза Российских Городов. Мероприятие проводилось под председательством президента Союза Российских Городов Станислава Машарова. В Чеченскую Республику прибыли делегации из Челябинска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Вологды, Самары, Волгограда и Ставрополь. В работе совещания приняли участие также представители муниципальных образований Чеченской Республики и Совета депутатов Грозного. Открыл совещание приветственным словом президент Союза Российских Городов председатель Челябинской гордумы Станислав Машаров. Он выразил слова благодарности организаторам за теплый прием, которые оказали участникам совещания Сченской Республики. Глава Грозного Адлан Динаев поблагодарил руководство Союза Российских Городов за решение провести столь значимое мероприятие именно в Грозном. Он рассказал о реализуемом столице Сченской Республики и регионе инвестиционных проектах и о перспективах развития внутреннего туризма. В рамках совещания обсуждались не только вопросы о привлечении инвестиций, но и предварительные итоги анализа о бюджетно-финансовом состоянии местного самоуправления и динамики изменений в финансовом секторе на примере городских округов, входящих в состав Союза Российских Городов. Затем состоялась встреча Станислава Машарова и главы Грозного Адлана Динаева, в ходе которой подписано соглашение о сотрудничестве между городами Грозный и Челябинск. Грозненское водохранилище, расположенное в поселке Чернолеще, именуемое в народе Грозненским морем, пополнилось новыми обитателями – утками-мандаринками, королинками, огорями, красноносыми нурками, чирками-свистунками, лебедями-шипунами. По словам мэра Грозного Муслимухучиева, в водоем выпущено 135 водоплавающих птиц. Новые обитатели неприхотливы к условиям, дружелюбны, благодаря чему спокойно уживаются с другими водоплавающими птицами. Кроме того, с наступлением зимы легко переносят небольшие морозы. Кримуту и теперь жители и гости региона смогут не только отдохнуть у водоема, но и понаблюдать за жизнью его обитателей. Вопросы реализации майских указов президента России Владимира Путина были обсуждены на совещании под руководством первого заместителя председателя правительства республики Анатолия Карибова. Просматривались вопросы переселения из аварийного жилья, повышения заработной платы социальных работников за счет оказания платных услуг и другие. Анатолий Карибов затронул проблему, связанную с демографической ситуацией в республике. В рамках заседания также было обсуждено положение дел в системе образования. Председатель правительства Дагестана Булсам Адгамидов навестил пострадавших в результате взрыва в банкетном зале Лали Махачкале. Восемь женщин, чье состояние оценивается как тяжелое и особо тяжелое, отправлены в московские больницы. Шестеро из пострадавших будут находиться на искусственной вентиляции легких, сообщил начальник медицинского сопровождения службы поисково-спасательных работ отряда Центра СПАС МЧС России Александр Попов. Выставка «Путь к сердцу народа», открытая в отделе Кровеческой национальной литературы Национальной библиотеки Минирсула Гамзатова, посвящена 70-летию главы республики. Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов родился 4 августа 1946 года в селении Небгута Клиратинского района. Последние годы не изданы книги «Человек. Нация. Общество. Власти. Совесть. Парадоксы. Суверенитета. Чечня. Трагедия России». Мультимедийное издание «Мы. Российский народ. Дагестан. Многонациональный». Все эти издания можно увидеть на выставке. Имара Багирова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Во Владикавказе продолжается международный культурно-образовательный проект «Аланский след». В нем принимают участие осетины из Венгрии, Турции, Сирии и Южной Осетии. Всего 35 человек. Проект задумывался для привлечения внимания общественности к историческому и культурному наследию Алан. Многие из участников этнолагеря впервые на исторической родине. Для них подготовлена насыщенная программа. В рамках проекта «Аланский след» прошли встречи с руководством республики, творческой интеллигенцией, экскурсии по ущельям Северной Осетии, а также мастер-классы. С участниками этнолагеря встретился временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Бетаров. Он поблагодарил организаторов проекта за такую хорошую идею – собрать осетинца всего мира на исторической родине. Вячеслав Зелимханович предложил вести диалог на осетинском языке. Он выразил уверенность в том, что чем чаще потомки Великих Алан будут встречаться, тем крепче будут связи. Вячеслав Бетаров добавил, что летний лагерь для детей осетин из разных стран станет теперь ежегодным. Цель этого проекта – популяризация осетинского языка, оландской культуры, оландских традиций, развитие взаимоотношений между осетинами во всем мире, единства осетинского народа, единства наших соотечественников, тех, кого мы считаем своими братьями. Гости, в свою очередь, поблагодарили за прием руководителя республики, сказали, что чувствуют себя в Осетии как дома. Стороны обменялись памятными подарками и выразили уверенность, что не будут ограничиваться только культурными и дружескими связями, но будут развивать и экономическое партнерство. В финале встречи Вячеслав Бетаров выручил почетные грамоты за вклад в пропаганду национальных традиций осетинской культуры. На третий день работы этнолагеря участники международного культурно-образовательного проекта отправились в Куртатинское ущелье, в Зевгиш, а затем в Феогдон, прикоснуться к корням и вдохнуть воздух малой родины. С гостями в ущелье побывала и корреспондент ГТРК Алания Дзираса Кайтмазова. Рассказы историков буквально завораживают участников этнолагеря, стараются не упустить ни одной детали. Теперь они знают, как много веков назад Зевгийская крепость помогала предкам обороняться от врагов. В этнолагере в основном остины из Турции и Венгрии, большинство из них в Северной Осетии впервые. Профессор Ласло Шелмеце в республике уже был, но в Куртатинском ущелье тоже первый раз. Говорит, сейчас в Венгрии уделяется большое внимание изучению аланских следов. В том числе, благодаря его археологическим раскопкам удалось установить, что венгерские ясы являются потомками Алан. Для меня все новые, все интересные, потому что из книг, я уже старик, давно знаю, что найдется в Алании. Я никогда не видел до сих пор, о чем я пишу в Венгрии. Об укреплении связей между осетинами во всем мире говорил глава администрации Владикавказа Борис Албегов. Он приехал в Куртатинское ущелье поприветствовать участников этнолагеря. Борис Албегов рассказал, что три недели назад в составе сириастинской делегации был в городе Яцберин, где их радушно приняли. Он вручил почетную грамоту заместителю мэра венгерского города. Узнать больше о культуре осетин именно с этой целью делегации приехали на историческую родину. Для них организовали концерт. С национальной музыкой гостей познакомили ансамбль Владикавказский Аланы, артисты Суслан-Зубца, Грима и Лурова. Этнолагерь проходит в республике второй раз. Его участники предложили проводить его ежегодно. Работает на лагере, продлится еще четыре дня. Мастер-классы, встречи, экскурсия в Дегорское ущелье. Впереди у участников насыщенная программа. Также запланирована поездка в Южную Осетию. Окунуться в национальную среду, пожить в семьях, насладиться живой родной речью, побывать на мастер-классах, обрести друзей – такова главная цель организаторов каникул в Нальчике. В продолжении темы сюжет корреспондента ГТРК «Кабардина Балкария» Марины Османовой. Историческая родина приветствует черкесских детей из Иордании. Завершается вторая неделя Нальчикских каникул. 13 детей из Иордании жили в адыгских семьях. В этом году на исторической родине, помимо отдыха и оздоровления, ребята окунулись в языковую среду предков. Дети разъехались по семьям в Нальчик, Баксан, Курванский район. Вторую неделю ребята провели в санатории. С подробностями руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальности Кабардино-Балкарской республики Анзор Курашинов. В этом году у нас планируется несколько лагерей летних. Это только первая ласточка. Сегодня дети из Иордании. Хочется, конечно, выразить огромную благодарность тем семьям, которые согласились на себя взять такой груз ответственности. Ну вот сейчас у нас происходит обратный прием детей, скажем так, из семей наших местных. Слава Богу, что прошло без эксцессов, без каких-то проблем, без болезней. Нам еще предусмотрена обширная программа. Конечно, больший акцент будет сделан на экскурсионные. Какие-то дела вывезем во все наши красивые, хорошие места. Покажем достопримечательность Нальчика. Ну и многое-многое разное другое. Планируем, да, у нас уже договоренность есть с Турцией, договоренность есть с Казахстаном. В том, из Турции планируется как и Черкесская диаспора, так и Балкарская диаспора. С Казахстаном, естественно, болгарцы ребята приедут. Планируется еще приезд детей из Израиля и Магдокского района, Осетии. По отзывам самих ребят, эти каникулы останутся в памяти. И, конечно же, они рассчитывают вернуться к своим новым друзьям и семьям. Радиожурнал «Зори Кавказа». Я в душе открою дверь, ты со мной смотри теперь, Как под магией цветка расцветает жизнь моя. Как под магией цветка расцветает жизнь моя. Изранен я! Шипами розы луналикой пленил меня. Твой аромат весны, ты ворвалась Любовью ласковой и дикой Весь мир теля на две стороны. Как крустальной вазе дней, ты цветешь в судьбе моей. Пусть рассеется туман, от любви к тебе я пьян. Пусть рассеется туман, от любви к тебе я пьян. Изранен я! Шипами розы луналикой пленил меня. Твой аромат весны, ты ворвалась Любовью ласковой и дикой Весь мир теля на две стороны. Твой аромат весны, ты ворвалась Ты ворвалась Ты ворвалась Весь мир теля на две стороны. Изранен я! Шипами розы луналикой пленил меня Твой аромат весны, ты ворвалась Любовью ласковой и дикой Весь мир теля на две стороны. Радиожурнал «Зори Кавказа» На днях свой славный 75-летний юбилей отметила член Союза писателей СССР и Союза журналистов РСФСР, заслуженный работник образования Карачаева Черкесии Кулина Салпагарова. Среди многочисленных гостей, писателей, поэтов, читателей, учителей и многих других была и наша коллега, корреспондент ГТРК Карачаева Черкесия Болду Байрамукова. Неудивительно, что юбилей Кулины Салпагаровой стал для многих гостей настоящим праздником. Ведь специально к этому мероприятию малыши заучивали ее стихи, школьники разгадывали составленные писательницы Ребусы и так далее, и так далее. Для них Кулина Булкиримовна является ярким примером неординарной личности. Она талантливый поэт и писатель, методист, учитель, переводчик, журналист, редактор, прозаик, фольклорист и общественный деятель. Вне с всякого сомнения Кулина Салпагарова разносторонний человек. К ней относятся и такие качества, как замечательный оратор, незаменимый друг и коллега. Общаясь с ней, убеждаешься в том, что для нее не существует неактуальных тем. Именно поэтому многие считают, что с Кулиной Булкиримовной можно поговорить на самые разные темы. И ее любви из сердечного тепла хватает всем без исключения. Жизнь радостна, всегда полна интересных идей и творческих планов. Реализацией которых занимается непрерывно. Такой Кулина сделала сама себя, потому что жизнь ее особо не баловала. Как и все дети войны, она сполна испытала холод и голод. А затем прошла тяготые лишения как представитель депортированного народа. Долгих 14 лет не понимала, почему нельзя сказать слово на своем вратном языке. Тем более представление не имело о том, что карачаевский народ имеет свою историю, культуру, язык и литературу. Мое детство прошло в Казахстане. И во время праздников пели, танцевали на многих языках. А я почему-то думала, почему на карачаевском языке не поют. Я думала, наверное, песен нет или стихов нет. И стала писать по этому. Будучи еще школьницей, Кулина Салпогарова стала писать стихи, чтобы восполнить недостаток поэзии своего народа. Это были стихи, что мы в Советском Союзе живем счастливо. Это прекрасное государство. А государство для нас создает все условия для учебы, для работы. Все так писали, и я думала, что именно так и есть. Это я потом поняла, что депортированным народом там вообще запрещали и петь, и танцевать. Навечно остался в памяти тот день, когда после реабилитации карачаевского народа было позволено провести концерт карачаевской песни. В тот, поистине для карачаевцев праздничный день, зажигательные национальные танцы сменялись мелодичными, душевными песнями. Так прошло своего рода первое знакомство Кулины с культурой своего народа. Когда нам разрешили танцевать, петь, оказывается, наши песни, танцы прекрасные, все пели, танцевали, весь зал, громадное количество людей, встали, долго-долго аплодировали. Кулина Салпогарова была целеустремленной студенткой, которая с жадностью грызла гранит науки. Так она окончила не одно высшее учебное заведение. И сегодня она гордость карачаевского народа, является символом патриотизма и интернационализма, эталоном справедливости и правдивости. О природе шедрого таланта именинницы писали многие. Ее имя стало популярным в 15 лет после издания книги рассказов «Водоворот», а следом за ней – «Солнце в России», «Голубые родники» и «Постижения». Кулина Абулкеримовна талантливо переводит произведения известных авторов на родной язык. К примеру, Шекспира Ромео и Джульетта можно прочитать на карачаевском языке. Она также умела переводить с родного языка на русский. Благодаря ее титаническому труду, широкому кругу читателей стали доступны произведения Назира Хасанова. В частности, историческое произведение «Карча». Невозможно в одной передаче перечислить весь труд юбиляра, но нельзя не сказать о ее вкладе в развитие детской литературы. Многие рассказы и стихи вошли в учебники хрестомати для школ и учебных заведений. Она первая и единственная, кто издает на родном языке детский журнал «Илячин», что в переводе означает «Сокол». Несколько лет работала в школе. Детей очень люблю. Дети – это наше будущее. Это счастье наше. Для детей много надо писать. С детьми надо работать. Таланты в детстве надо развивать. Хрупкая и обаятельная Кулина Булкеримовна больше напоминает энциклопедию, к которой обращались все до появления глобальной сети интернет. У нее настолько широкий кругозор, что, беседуя на ту или иную тему, кажется, что она специалист во всех обсуждаемых сферах. Однако это не так. Она всего лишь развитая личность, у которой за плечами большой жизненный опыт и обширные знания по литературе, культуре, педагогике и методике. Корреспондент ГТРК «Войнах» Комета Салтаева приглашает слушателей радиожурнала «Зори Кавказа» на летнюю экскурсию. Лето, словно убывающий экспресс, стремительно набирает ход и проносит в своих солнечных вагонах лучшие дни. Чеченская Республика интенсивно проводит все самые лучшие мероприятия в этот прекрасный сезон. Недавно на проспекте Путина прошла выставка декоративно-прикладного искусства, организованная Министерством культуры Чеченской Республики. На мероприятие съехались лучшие мастера, чтобы показать городскому жителю и всем гостям региона свои творения. Это и удивительные объемные картины, сделанные по особой секретной технике автора, изделия из дерева, воплощающие весь национальный колорит, народные музыкальные инструменты классической, привычной нам формы и поражающие своей сказочностью уникальные экземпляры, созданные наподобие фигур птиц. С некоторыми мастерами и их работами мы познакомились поближе. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Ильяс Адам Ансарович. Как давно вы занимаетесь изобразительным искусством? Я 33 года работал директором городской школы. Как я ушел из этой должности, я рисую. Два года. И где можно увидеть ваши работы, вот помимо сегодняшнего дня? Намечается моя выставка. Это будет в октябре. У нас в республике будет моя персональная выставка. Что ж, будем ждать. Я думаю, многие наши радиослушатели придут на вашу выставку. Я думаю, что с вашей помощью мы заинтересуем родителей наших детей, которым надо обязательно увидеть это. Если они будут заниматься творчеством, из них выйдут настоящие граждане. Каково же было наше удивление, когда мастером, сделавшим прекрасный истанг, национальный войнахский войлочный ковер, оказался молодой археолог, сотрудник Академии наук Исаев Султан. Расскажите, пожалуйста, как вы делали этот истанг? Как и наши предки, просто валянием шерсти. А давно вы этим занимаетесь? Очень давно, почти месяц. Это вторая работа. Как вы узнали технику изготовления истанга? Вы у кого-то спрашивали, либо у вас в семье до сих пор занимались этим? Стариков спрашивали, у старого в фугорах. Есть там одна бабушка за сто лет, которая этим раньше занималась. У нее спросили, как, что делала, она подсказала и решил попробовать. А вы сами где живете? Сам здесь, в городе, живу. У нас родом с вор. Со слов археолога, выезды экспедиции проходят каждую неделю. Для многих коллег Султана Исаева выбор профессии был не случайен. В некоторых семьях уже несколько поколений археологов. Именно работа по поиску, изучению культурного и исторического наследия войнахов сблизила с самих молодых специалистов с творчеством и национальными ремеслами. Яркий пример – работа Султана. Наблюдая радость жителей и гостей, организаторы выставки пришли к выводу чаще проводить на улицах Грозного подобные мероприятия. Лето в республике обещает еще множество сюрпризов. Ну а мы будем их с нетерпением ждать. В Рио-де-Жанейро зажжен Олимпийский огонь, дан старт здоровой спортивной борьбе. Корреспондент ГТРК Дагестан Имара Багирова встретилась с тренером, подопечные которого неоднократно становились на высшую ступень пьедестала. Зажжен огонь Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В сборную России по вольной борьбе вошли только два дагестанских борца – Абдул-Рашид Садулаев и Белял Махов. Дагестанский борец Абдусалам Гадисов, выступающий в весовой категории до 97 кг, не попал в сборную. В этом месяце закрепился спортсмен из Чечни Анзор Балтукаев, числившийся в темных лошадках своей весовой категории. А четырехкратный чемпион России, бронзовый призер Европейских игр, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Абдул-Рашид Садула Махов готовился к Олимпиаде вместе со своим тренером Иман Мурзой Алиевым, о котором борец отозвался как об очень грамотном наставнике, который воспитывал его с малых лет и многому научил. Он заметил, его можно считать тренером не российского, а международного уровня. Он может слепить чемпиона в любой стране, но он работает у нас и уже воспитал большое количество олимпийских чемпионов. На пьедесталы, которые по воле судьбы не было суждено покорить самому наставнику, поднялись его ученики. Олимпийские чемпионы Сагид Муртузалеев и Шервани Мурадов, вице-чемпион Олимпийских игр 2008 года Бахтияр Ахмедов, Абдусалам Гадисов среди лучших спортсменов 2015 года. Учителем физкультуры два года поработал я, потом вернулся, и вот Батурая, там есть спортивная школа, вместе с просвещением. В 80-м году я вернулся в села, меня туда на работу поприняли. Преподаватель физкультуры, что-то давно, какой-то опыт? Ну я вам скажу, конечно, раньше учителя физкультуры, да и вообще все учителя, они были авторитетные и для учеников, и для родителей. У вас вес был поллегкий, да? А вы своих учеников выбираете умышленно тяжелые дети? Или это так случайно получается? По крайней мере, те, которые чего-то достигли. Были у меня ребята и в маленьких весах боролись, а вот так, ну скажем, последние 10-15 лет ребята так подошли просто. И маленькие тоже есть у меня ребята. Дело в том, что конкуренция большая у нас, и ребята вот, почему вот говорят, вот столько хороших борцов и, мол, не все проходят. Ну остаются, ну скажем, там третьим, четвертым он был в детстве. Надо же, как говорится, если у тебя есть шанс попасть на Европу, на МЕК, за другую страну, почему не поехать? А если вернуться к вашему первому чемпиону, Сагиду? Ну, да, Сагиду у меня еще были ребята. Его, значит, старший брат и первый наставник его, Абдалов Магомед Кизляр, и его тренировал где-то полтора года. Ну, он мне в возрасте 14 лет его привезли. Сам тренер. Именно к вам привезли? Да, с Кизляра. Ну, они меня знали. Я тогда работал в Спартаке, в парке Ленской, там, само. И они его провели, худенький такой, килограмм под 60, наверное, такой был. Выходит, вы и так вырастили, и так вырастили, как спортсмены, и буквально тоже, да? Да. Вес нарастили. У него и братья здоровенькие такие. Ну, гены такие. Какие гены такие, спортсмены, наверное. Вот говорят, что борьба влияет на рост. Я думаю, нет. Потому что у нас вон и полутяжи, и тяжи больше. Это все. Саид Муртузалиев, брат и тренер его первые привезли. Его в 88-м году, а он 74-го года рождения. Вот в 14-летнем возрасте он у меня был. Занимались и утром, и вечером. Первый результат у него в 92-м году. Он выиграл в России по юношам. Он стал чемпионом России. На первенство мира поехал в Колумбию. Саид, значит, результаты начались у него. Первая его олимпиада, вот это в 96-м году. В 99-м удачное там выступление. И олимпийский выигрывает. И мы, значит, едем на первенство мира в Турции, в Анкаре. И он становится чемпионом. В 2000-м году чемпионом Европы стал он впервые. В 2000-м году, в этом году, предолимпийский год, чемпионом страны становится и попадает на олимпиаду. И, как все знают, что в Сиднее он стал чемпионом олимпийского. Ну, сейчас вы как считаете, почетнее быть самому олимпийским чемпионом или быть тренером олимпийского? Ну, если бы и то, и другое, было бы вообще здорово. Ну, к сожалению, вот я, например, не знаю олимпийского чемпиона, который бы воспитал олимпийского чемпиона. Да, каких-то он не будет. И в каком виде? Может, каких-то других видов есть, а вольной борьбе, я не знаю. Радиожурнал «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями творческих достижений и спортивных побед мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Радиожурнал «Зори Кавказа» Радиожурнал «Зори Кавказа» Мы собираем всех вместе!